Вооруженные силы четко, без сбоев, выполнили все стоящие перед ними задачи. Так была продолжена работа по масштабной модернизации армии флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%. У «Арматы» попытались сделать сбалансированный набор. Это первый в мире танк третьего поколения. Корпус выполнен как многослойный пирог, сталь, керамика, резина, сталь. На «Армате» стоит пушка, которая на дальности прямого выстрела укладывает три снаряда в носовой платок. Новейшая 125-мм пушка танка, превосходящая по своим характеристикам лучшие натовские аналоги. Точность немыслимая. «Армата» только для парада. Новинки, которыми хвастались Путин и Шойгу, не участвуют в так называемой деноцификации. Вместо них используют советские танки, бронемашины и системы залпового огня, предполагающие архаичные методы войны и огромные потери. А вот вся современная техника оказалась попросту фейком. Еще недавно Шойгу заявлял, что в армии почти 71% нового оружия. Но до Украины оно почему-то не доехало. Активными темпами шло развитие новейших видов вооружения. Необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой. Особое внимание уделять поставкам высокотвочных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления. Второе. Приоритетными задачами боевой и оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск. В этой связи в программы боевой учебы должны быть внесены коррективы, чтобы в наступающем году учесть их при проведении учений. В том числе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022». Главное, флаг выкинули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь танков. Порковский ящик 5,45, забытый гвоздям, трофейный. Овцинках песочек. Таким образом, задача по перевожению, поставленная Верховным Главнокомандующим, целенаправленно выполняется. Оснащенность армии и флота современным вооружением составляет 71,2%. По уровню современности, наши вооруженные силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на обороны мы находимся на девятом месте. В результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 миллиардов рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а калантах ракет различных видов базирования в два раза. Внедряется ряд новаций по реализации мероприятий государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Это касается заключения долгосрочных до 10 лет госконтрактов, обеспечивающих своевременную поставку вооружения и техники в войска, технологическую готовность и равномерную загрузку предприятий промышленности. Доля таких госконтрактов в 2021 году составила 83%. Куда же делись звезды военной модернизации? Выясняется, что они не готовы к настоящей войне. Армата со знаменитой необитаемой башней, созданная как раз для боев в городской застройке, оказалась слишком дорогой и зависимой от иностранных комплектующих. Для Т-90 с новейшей оптикой и динамической броней, способной противостоять ракетам «Джевелин», элементарно не хватает запчастей. Чеченские «Чаборс-3» и «Чаборс-6» хороши для мемов, но не для боевых действий на реальных полях сражений. РФ отказалась от метода серебряных пуль – дорогого современного вооружения, позволявшего решать сложные боевые задачи за счет координации и объединенного командования. Вместо этого там используют ржавый металлолом полувековой давности, в том числе и артиллерию 1950-х годов, о точности которой говорить не приходится. Оказалось, что другого вооружения в России просто не существует. Модернизации армии так и не произошло. Денег хватило только на разработку, но не на производство. В армии процветает чудовищная коррупция, которая ослабила и разложила вооруженные силы. Россия осталась могучей сверхдержавой только на словах. В реальном же бою стала очевидна ее слабость и отсталость. В военной сфере у Путина, как и в экономике, величие на бумаге, а на деле – провалы и позор. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Абсолютно безумная неделя. Но, конечно, безумие наше. Оно как бы стоит особняком. Эта неделя среди общего безумия принесла неслыханную радость российским чиновникам. В отставку подал премьер Великобритании Борис Джонсон. Радости просто не было предела. Я уж не говорю про пропаганду, которая там изгалялась на все лады. Но даже вроде как официальные чиновники и те были вне себя от счастья. Писали про то, что все там. Володин отличился. Пишет. Клоун уходит. Это такой язык почти дипломатии. Государственный чиновник говорит. Не знаю, как, где кто уходит. Знаю, что у нас вполне себе остаются. Захарова с такой откровенной радостью все это комментирует. Как будто от этого станет каким-то образом лучше жить в России. Правда, дальше всех этих радостных чиновников ждал небольшой облом. В том смысле, что, конечно, уходит. Но не сейчас. Где-нибудь туда, ближе к октябрю. А пока будет вполне себе продолжать исполнять обязанности. Вот интересно, человек, который уже точно уходит. Которому не надо думать о переизбрании на следующий срок. Который теперь вообще волен во всех своих решениях. Он, интересно, за оставшееся время всем этим Захаровым, Володиным, вождям и прочим. Жизнь, интересно, насколько сделает легче. Ну и главное, это же абсолютный бред. Думать, что вот сейчас придет кто-то другой и будет все совершенно иначе. Это у нас такое возможно. Был Горбачев, пришел Ельцин. Все вообще повернулось в другую сторону. Потом снова разворот на 180 градусов. Там такое не прокатывает. Не бывает там так. Там, в Великобританиях, США и прочих Европах, невероятно ориентируются на мнение избирателей. Кто бы мог подумать. Больше всего у них припекает от того, что Британия поддерживала Украину. Так это никуда не денется. Кто бы ни пришел к власти, поддержка будет продолжена. Мало того, при определенных обстоятельствах все может быть значительно усилено. И вся эта радость будет наподобие той, трамповской радости. Когда все чиновники с таким воодушевлением, прям Трамп пришел, теперь-то точно все будет хорошо. В результате нет. Пили за его здоровье. Еще Жириновский там выдавал свои перлы. А что в итоге? В общем, это такая типичная радость российских чиновников. Где-то кто-то уходит, но наши-то чиновники остаются. Поэтому самое время очень сильно радоваться. И вам надо, вы представляете такую систему, к примеру, у нас. Чтобы чиновники из правительства подали в отставку, а за ними следом и вождь. Ну да, вполне реальный такой, возможный вариант. Кому-нибудь из чинуш нужна такая система? Да нет, конечно. Им намного удобнее, намного спокойнее. Да и что там говорить. Намного богаче при нынешнем положении дел, нынешнем устройстве. Так что все это будет без изменений максимально долго. В этой связи могу сказать, что мы предпринимаем очень серьезные усилия в этом направлении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!